Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это вопрос, умер ли Христос на кресте или просто потерял сознание. Для христиан это непонятный вопрос, но на самом деле многие скептики, а также некоторые мусульманские направления считают, что Иисус Христос не умер на кресте. Некоторые говорят, что он выпил некий такой антисептик, который ввел его в коматозное состояние, а позже он пришел в себя в гробнице. Однако в Библии, в Священном Писании постоянно повторяется, например, послание к римлянам 5.8, 1 Коринфянам 15.3, 1 Фессалоникийцам 4.14. Во всех этих случаях повторяется, что Христос точно умер на кресте. Надо обратить внимание и на то, что не только Новый Завет сообщает нам о смерти Христа, но и Ветхий Завет. Например, пророк Исаия, 53 глава, 5 по 10 стих, пророк Давид, по имени Господи, царя Давида и все круто всего, 21 Псалом 16, Пророк Божий Даниил, 9.26 и пророк Божий Захария, 12.10, они тоже сообщают пророчески о смерти Христа. Сам Господь неоднократно объявлял своим ученикам, что ему предстоит уберечь, и в том числе, будучи превознесенным на древе. Об этом мы находим свидетельство Евангелия от Иоанна, 2 глава, 19 по 21 стих. Это же Евангелие, 10 глава, с 10 по 11 стих, Матфея, 12.40, Марк 8.31. И часто Господь произносит буквально одну и ту же фразу «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И то же о том, что он будет превознесен, как Моисей, Моисей превознес змеи в пустыне, так и Сын, человеческий Сын Божий, повиснет на древе. Свидетельство о его воскресении, их тоже целая россыпь, в Ветхом Завете есть свидетельство о воскресении Христа, Псалом 15.10, Порок Исаия 26.19, Порок Даниил 12.2. Но ведь воскреснуть может тот, кто умер. О воскресении Христа, тем более, говорится в Новом Завете. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 по 21, Матфея 12.40, Матфея 17.22 по 23. И свидетельство о его воскресении всегда предполагает смерть, после которой только и может наступить воскресение. И было действие, которое описано, это действие, оно было описано евангелистами, когда перебивали голени распятым, подошли к Иисусу Христу, и он имел вид уже умершего. Но чтобы убедиться в том, что он умер, воин ударил копьем под ребро. Это действие, это контрольный удар. Как контрольный выстрел бывает, это был контрольный удар копьем под ребро. И в результате, что происходит, истекает кровь и вода. А в каком случае может действительно истекать из мертвого тела кровь и вода. С медицинской точки зрения кровь и вода из раны от копья свидетельствуют о том, что человек точно умер. Деление крови на водяную субстанцию, плазма и красные кровяные тельца возможно только при остановившемся кровообращении. И вы, может быть, замечаете, когда ранка заживает, уже не кровоточит, действительно, сгусточек крови делится на водную субстанцию и, собственно, кровяную. В свое время была опубликована статья в журнале Американского медицинского общества от 21 марта 1986 года. И там сообщается, без всяких сомнений, исторические медицинские доказательства указывают, что Иисус умер до нанесения раны в бок и подтверждают традиционную точку зрения, что копье, вонзенное в его правое ребро, возможно, проникло не только через правое легкое, но также через перикардии сердца и, следовательно, доказывало его смерть. Таким образом, предположения, основанные на заключении, что Иисус не умер на кресте, не согласуются с современными медицинскими знаниями. То есть, если истекает кровь и отдельно вода, это уже из мертвого тела. Только такое может истекать. Итак, сегодня мы ответили еще на один вопрос по трудным, сложным местам Священного Писания. Берегите себя, друзья, чтобы вовремя получать информацию о беседах. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет» и молитесь за ту работу, которую мы совершаем здесь, на нашем библейском портале. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok